Викиум. Тренажер для мозга. Твой мозг отвечает за множество функций. Например, за логику, эмоцию, внимательность и реакцию. И еще очень много сложных и очень важных функций, необходимых человеку. С Викиум ты сможешь прокачать свой мозг с помощью специальных игровых тренажеров и значительно улучшить свои когнитивные навыки. Все тренажеры созданы по научным методикам. С Викиум ты будешь добиваться больших результатов, чем остальные. Викиум поможет тебе в различных сферах жизни. Учеба, работа, коммуникация с людьми и саморазвитие. Заходи на Викиум и приступай к тренировкам прямо сейчас. Ссылка будет в описании. Если бы не было телевидения, Гои Прозрев стерли бы нас в порошок. Но они выбрали иллюзию. Мы же для них благодетели, подпитывающие эту иллюзию. Берлазар. Здравия всем, дорогие. Решил поддержать тему, которая еще только набирает обороты. Тема очень серьезная, возможно, самая серьезная для всех. Это тема здоровья. Как известно, нет здоровья, нет ничего. Хоть ты миллиардер, хоть ты мультимиллиардер. Но если ты серьезно захворал, никакие нынешние академики, профессора тебя не вытащат. Это уже проверено многократно. И ввиду того, что современная медицина сейчас переживает все больше и больше нарастающий кризис, как кадровый, поскольку достойных специалистов без купленного диплома сейчас очень трудно найти, так и, собственно, практически. Потому что без толковых препаратов, выпускаемых фармой, становится все больше. И они, к сожалению, с легкостью вытесняют проверенные копеечные, от которых толку было куда больше. Но мы сегодня говорим не о современной медицине, а о альтернативных, проверенных, действенных, натуральных методах лечения и оздоровления, от которых в ближайшем будущем нас хотят отрезать разные алчные ублюдки. Извините за слово «алчные», малость поддался эмоциям. О чем бишь я? К концу 2020 года браузер Google Chrome автоматически заблокирует все так называемые веб-сайты, посвященные борьбе с раком, антивакцином и анти-ГМО в связи с угрозой краха преступных картелей на Санта-Фарма. Производители, которые хотят посещать веб-сайты, которые представляют научно обоснованные риски и потенциальный вред от вакцин, химиотерапии, ГМО, должны будут переключиться на альтернативные браузеров и поисковые системы, поскольку поисковая система Google.com уже находится в процессе устранения всех таких сайтов из результатов поиска. В течение года браузер Google Chrome даже не позволит пользователю посещать такие сайты, как naturalnews.com без изменения настроек браузера по умолчанию. Единственными веб-сайтами, доступными через Chrome, будут те, которые одобрены для продвижения массовых лекарств, химиотерапии, пестицидов, вакцин, фторидов, вышек 5G и других ядов, которые обогащают мощные глобалистские корпорации, в то же время подавляя население. К такому выводу пришел источник из высокого уровня, который несколько месяцев назад рассказал Natural News о предстоящей чистке веб-сайтов об органике и естественном здоровье от Google. Эта чистка ускорилась на прошлой неделе после удаления Merkola.com и тысяч других естественных медицинских сайтов из результата поиска Google. Ситуация стала настолько безумной, что теперь Google выдвигает поисковые предложения, такие как «органика ложь» и «добавки плохие». Алгоритм Google уже обучен утверждать, что ГМО хороши и хиропрактика фальшивка. Корпоративное учреждение в настоящее время подталкивает тотальную цензуру, чтобы удержать общественность в ловушке цикла болезней, лекарств и невежества. Война за здоровье и питание ускоряется. И только сегодня Wall Street Journal опубликовал организованную статью против Christ Beat Center, призывая технических гигантов запретить все веб-сайты и контент, в котором обсуждаются естественные альтернативы химиотерапии и хирургии рака. Разумеется, Big Pharma делает все, чтобы вычищать в интернете весь контент, который угрожает фармацевтической прибыли или выявляет реальные риски использования их лекарств, вакцин и продуктов химиотерапии. Другими словами, Big Pharma может сохранить свою рыночную монопольную позицию только в том случае, если общественность не знает о вреде массовых лекарств. Цензура стала основой бизнес-модели Big Pharma, общественное знание – враг фармацевтической прибыли. Теперь Google, Facebook, Twitter и YouTube идут в обманк с фармацевтическими гигантами и соглашаются на скоординированную цензуру информации о естественном здоровье, которая может убедить кого-то избегать фармацевтических препаратов, вакцин или продуктов, насыщенных пестицидами. В конце концов, каждый человек, который ест органику или предотвращает болезнь, используя пищу и травы, является возможностью упущенного дохода с точки зрения фармацевтических гигантов. И чтобы реализовать модель получения прибыли, технологические гиганты сознательно превращаются в антиведомых привратников. Например, поиск в Google больше не возвращает информацию, которая способствует человеческим знаниям о здоровье, вакцинах или раке. Вместо этого в результатах поиска Google – результаты антизнания, разработанные, чтобы не дать общественности узнать что-то новое о здоровье, профилактике и естественном лечении. Это делается на уровне браузера, где браузеры Chrome будут удаленно загружать списки веб-сайтов для блокировки или наказания. Браузер Chrome может отображать предупреждающее сообщение, когда пользователь пытается получить доступ к одному из сайтов. Например, предупреждение – этот сайт содержит опасную информацию и т.д. Или браузер может полностью заблокировать сайт, требуя, чтобы пользователь вручную обошел блокировку для доступа к сайту. По сути, веб-сайты, которые пропагандируют питание, здоровье, фитотерапию или целебное искусство, будут классифицироваться Google как сайты с вредоносным контентом, аналогичные с сайтам, содержащим сценарии взлома или вредоносные программы. Все это внедряется на самых высоких уровнях Google и будет влиять на все продукты Google, включая YouTube, новости Google и другие. Google Chrome уже хорошо документирован как программное обеспечение для наблюдения, которое шпионит за своими пользователями, как опубликовано на avil.google.news. Новый обзор показал, что Google Chrome бесстыдно шпионит за своими пользователями и собирает данные о них, чтобы создавать профили их симпатий, интересов и личностей. Это программное обеспечение для свежки раньше было предметом фантастических ночных кошмаров, но теперь это наша печальная реальность. Джеффри Фаулер, обозреватель газеты Washington Post, более глубоко взглянул на Google Chrome и был шокирован тем, что обнаружил. Он отслеживает все, включая ваше местоположение, и даже если вы отключите эту функцию. Сейчас самое время переключиться на новый веб-браузер. Washington Post не сообщает, что Google создает социальную оценку для каждого пользователя и что доступ к неутвержденным веб-сайтам, на которых обсуждаются вопросы питания, органик или альтернативных методов лечения рака, приведет к штрафу для этого пользователя. Штраф может использоваться Google для блокирования доступа этого пользователя как Mail, Google Maps, документам Google, YouTube или другим веб-сайтам и службам Google. В течение прошлого года Natural News предупреждала мир о том, что для контента, ориентированного на здоровье, придет цензура, но почти никто не поверил этому предупреждению. Большинство издателей в области здравоохранения и питания ничего не сказали, пока технические гиганты подвергали цензуре политический контент, полагая, что на них это не повлияет, поскольку они публикуют только информацию о идее здоровья, а не политику. Но, как мы видели за последние две недели, цели Google, Facebook и Twitter в отношении цензуры не ограничиваются политикой. В настоящее время чистка затрагивает веб-сайты, посвященные здоровью и питанию, и веб-сайты, посвященные борьбе с раком или вирусом, являются основными целями в настоящее время, так как каждый от Vimeo до MailChimp теперь напрямую запрещает каналы информирования о вакцинах. По правде говоря, цензура Google далека от завершения. Если что-то не будет сделано для восстановления свободы слова в интернете, в течение следующих нескольких лет технологические гиганты уничтожат весь антиучрежденческий контент из интернета в самой массовой онлайн-книге, которая когда-либо была свидетелем в мире. Не допускается итакомыслия ни по какой теме, включая трансгендеризм, политику, открытие границ финансы или историю. Преобразование Google в министерство правды будет завершено, а социальные сети будут ничем иным, как эхом, камерой официальной лжи, которую будут повторять, как послушная овечка. Если марш техно-тирании не будет остановлен, альтернативных СМИ не будет, там не будет альтернативных взглядов, разрешенных для распространения в любом месте. Технологические гиганты будут править миром с помощью лжи и скоординированной цензуры, уничтожая все источники информации, которые осмеливаются ставить под сомнение статус-кво во всем. И в этом мире никто не будет в безопасности, потому что никто не будет свободен думать, говорить или делиться информацией без разрешения технофашистов. Если это мир, в котором вы хотите жить, просто ничего не делайте, потому что этот мир строится прямо сейчас. И если вы не сопротивляетесь ему, это мир, который будет доминировать в обществе в обозримом будущем. Вы, наверное, заметили, что на моем канале по причине обращения ко мне редакции с претензией в отношении нарушения авторских прав, мне пришлось удалить аудиокнигу исповеди Ретика от медицины Роберта Мендельсона. Они позволили мне лишь сделать так называемый трейлер, в котором бы я вкратце рассказал о книге, которую они продают. Я, конечно, не совсем понял, как это будет выглядеть. Человек удаляет почти всю озвученную книгу, чтобы потом что? Выпустить просто ее фрагмент? Но вот они, правда, разрешили озвучить другую книгу этого автора. Как вырастить ребенка здоровым? Над этим предложением я, честно говоря, пока завис. Ну а вообще, в силу таких обстоятельств, как она назревает с Google, несложно предположить, что этому примеру последуют и остальные браузеры и поисковики, вынужденные действовать так в рамках системы под плотным давлением паразита со стороны. Поэтому такие контенты, как Виталий Островский, выпускающий мастер-классы с копеечными оздоровительными ингредиентами, которые работают на практике, часть моего контента с альтернативной медициной и книгой «Диагноз. Рак» и много другого полезного контента о здоровье и альтернативном методе оздоровления будет, скорее всего, удален. И те, кто успел скачать на свой жесткий диск как можно больше материала по разным темам, тут и спаться, грубо говоря. Кто не успел, а все время спал и шпилился в стрелялке, будь добр, поликлиника тебя примет с распростертыми. Такой естественный отбор в прямом смысле. Кто успел, тот и цел, как говорится. Кстати, очень интересный случай рассказали мне. Молодая пара записалась на прием к педиатру. Зайдя в кабинет с ребенком, так называемый врач осмотрела малыша, потом отработанным движением выхватила из кармана телефон, немного отвернулась и произнесла «Окей, Гугл». Все увиденное она просто описала товарищу Гуглу и ждала результат. Вот так работает сейчас большинство. Так что, когда вы, бывает, в сердцах описываете симптомы, и врач что-то параллельно печатает на клавиатуре, участливо кивая и угукая, не думайте, что он вам рецепт верстает. Скорее всего, он просто ковыряется в поисковике. Проверено. Дважды. Хочу сделать небольшое объявление. В ближайшее время я, возможно, буду сотрудничать с группой людей-альтернативщиков, которые хотят сделать что-то вроде альтернативного центра оздоровления, куда смогут приезжать все, кто задвинул доверие к фарме и современной медицине и желает оздоравливаться натуральными и природными методами. Пока что это только реализовывается, и все в начале пути. Я попрошу вас об одной просьбе. Опять же, кто посчитает нужным? Если вам или вашим близким известен какой-нибудь целитель в месте, где вы проживаете, или неподалеку, знахарь, человек, который может исцелять нетрадиционным методом, и вы знаете, что это действительно работает, напишите мне на почту, она в описании будет. И только обязательно укажите регион, и совсем здорово, конечно, если черканете пару строк об этом человеке. Очень многие уже отворачиваются от медицины в поисках альтернативы и не знают, с чего начать, кому обращаться. Я думаю, что если мы будем иметь базу, в которой будут контакты, контакты как раз-таки по регионам, или по возможности привлечем кого-нибудь к нашей нелегкой работе в самом центре, то, может, спасем еще наш неутраченный пока бенофонд. Ну, есть такое желание в ответочку транскорпорациям, так сказать. Может, я немного скомканно и сумбурно объяснил, но, думаю, общий посыл понятен. Естественно, многие лекари предпочитают оставаться в тени и не светиться, и это правильно. Но нуждающие хотя бы будут знать, как их найти. Вот. Ну, а у меня пока все. Всем здравия, мужества, сил, терпения, стойкости. Не поддавайтесь на эмоции, берегите энергию. Всех обнимаю, до встречи.